Мои 20 копеек прогона про 6 пунктов новой демографической программы Путин. Демографическая обстановка в России вновь обостряется. Необходимо не допустить снижения численности населения страны в ближайшие 10 лет. Да вы что, обостряется! И давно, я знаю, что хоть нигде это прямо не говорится, но в контексте рождаемости все время подразумевается число детей на женщину. Это называется коэффициентом фертильности. Я же по понятным причинам смотрю на все эти меры под другим углом. Под углом количества детей на одного мужчину. И я бы сказал, мягко говоря, тут есть очень серьезные нетронутые резервы поднятия рождаемости. Что же за 6 мер предлагаются? На первый план выходит поддержка многодетных семей. Пардон, какой процент составляют многодетные семьи от всех семей? Вы уверены, что это поможет достигнуть трех детей в половине семей? Я бы сказал, для этого нужно работать не с теми, у кого детей много, а с теми, у кого их пока один или два. Поддержка семей со скромными доходами. Как говорится, а мой дед мечтал, чтобы не было бедных. Создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка. Вот это очень интересно. Итак, первое. Действия программы материнского капитала продлят до 2022 года. Вас это стимулирует ко второму и третьему ребенку? Меня нет. Получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются. Вас это стимулирует? Меня нет. Второе. Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка до полутора лет. Порядка десяти тысяч рублей. Но выплата будет адресной. То есть не всем, а опять же особо нуждающимся. Вас это стимулирует? Меня нет. Итак, прожиточный минимум на ребенка. Вас это заинтересовало? Меня нет. Семьи со вторым и третьим ребенком получат льготы по ипотеке. То есть 6% остальное доплачивают. Интереснее, но не очень, потому что второй ребенок у меня должен откуда-то взяться. А откуда он возьмется? К тому же, получается, сначала нужно иметь жилье для второго ребенка, потом его родить, потом получить льготу на ипотеку. Я бы сказал, что-то в этой очередности неправильно. Власти отремонтируют старые и построят новые детские полиглиники. Трогательно, правильно, но с чего это должно повлиять на рождаемость? Улучшить медицинское обслуживание детей? Да. Повысить рождаемость? Нет. Власти устранят очереди в ясли и детские сады. Скажите, вам интересно заделать ребенка, а потом отдать его в ясли? Мне нет. Если бы у меня появился ребенок, я бы хотел иметь возможность проводить с ним много-много времени. Давайте вообще помечтаем. Как-то давно мы с моим коллегой закинули тему на какой-то семейный форум, я уже не помню какой, где было изложено примерно следующее предложение. Всем желающим, удовлетворяющим определенным простым критериям, государство либо предоставляет бесплатно, либо спонсирует на мега-льготных условиях услуги суррогатной матери. Речь сла про мужчин, конечно. С тем, чтобы использовать неизрасходованный потенциал роста рождаемости. А отцы – это большой неизрасходованный потенциал, я в этом уверен. Какое в той теме началось бурлини и говн – это надо было видеть. Покусились на святое, на неприкосновенную монополию. Часто пишут, что, чтобы достигнуть воспроизводства населения, нужно, чтобы у половины семей было трое детей. То есть, получается, мы потратили двух человек, мужчину и женщину, получили трех человек, трех детей. А что, если я предложу вам в два раза более эффективную схему? Мы тратим одного человека, и это будет мужчина, мужчина-доброволец. А на выходе мы получаем трех детей. То есть, рост составляет не 50%, а 200%. В четыре раза более эффективно. Не считая того, что у этих детей будут более высокие социальные параметры по сравнению с одинокими матерями и даже со многими полными семьями. Что нам для этого нужно? Нам, собственно, нужно, чтобы государство, вместо того, чтобы играть в суррогатного мужа, как оно это обычно делает, в этом вопросе должно сыграть в суррогатную жену. По большому счету, не так уж много от этой жены требуется. От нее не требуется готовить, стирать, психологически поддерживать всех, рассказывать сказки на ночь и так далее. Мог бы я сейчас взяться за воспитание трех детей? Вполне. Что бы мне для этого понадобилось? Чтобы чувствовать себя спокойно и надежно. Во-первых, мне нужны суррогатные матери. Во-вторых, мне нужна обменяемая жилая площадь. То есть, если помечтать, число людей плюс одна комната. В-третьих, мне нужен доход, который бы в процентах совпадал с тем, что я имею сейчас. Хотя бы тысяч сорок на человека. И, наконец, и это, наверное, самое главное, в таких условиях я не хочу больше работать. Я не хочу заниматься производственной деятельностью. Я хочу заниматься детьми и только детьми. Я ожидал бы за такую деятельность оценки от общества, поощрения от него, пенсионного обеспечения. Как-то так. И я уверен, что я бы поставил на ноги как минимум троих детей. Здоровых, полноценных, умных, воспитанных. И таких людей, как я, не понадобилось бы много. Их понадобилось бы в четыре раза меньше, чем нужно семей с тремя детьми. В свою очередь, суррогатные матери, оплаченные государством, могли бы заслужить себе материальные льготы и социальные, за свои заслуги перед обществом. В современных условиях, без каких-либо прав и гарантий, даже если эти меры утроить или упетерить, я все равно на это не пойду. Судя по тексту этих предложений, поставлена задача увеличить количество людей в малообеспеченных слоях населения. Господа, я не поддержу вас в этой программе и не буду помогать вам в этих задачах. Более того, я буду делать все от меня зависящее, чтобы эту задачу притормозить. Я, конечно, понимаю, что на самом деле вы ставите задачу уменьшения количества людей, а не увеличения. Только этим можно объяснить все эти псевдомеры. Ну, в общем, мы друг друга поняли. Думайте дальше. Может, что-нибудь надумаете более конструктивное. Пока я думаю, что вы упали на дно ямы и продолжаете копать. Всем удачи и широты мечтаний. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжения следует... Продолжение следует...